В Тверском технопарке «Кванториум» для детей прошел день открытых дверей. Ребятам устроили экскурсию, познакомили с работой подразделения технопарка. Школьникам и родителям рассказали об условиях обучения, а также провели ряд мастер-классов. Во всех «Квантумах», так здесь называется аудитория, дети действуют в команде. Это главный принцип работы «Кванториума». Сначала ребята проходят вводный модуль, где погружаются в то направление, на которое выбрали. Изучают основы технологии, после переходят к созданию и выполнению проектов. И уже после этого школьники могут приходить и заниматься в небольшой группе, пока они не завершат свой проект или представят его на конкурсе. Только научившись слушать и слышать друг друга, считают педагоги, ребята смогут делать большие открытия. Как пример, сейчас у нас самая успешная команда едет на всероссийское соревнование среди «Кванториумов» «Кванториада» и представляет свой проект там, защищает. Мы сейчас пилотно пробуем получить патент на те изобретения, которые дети делают. И дальше уже это поставить на поток, эти идеи патентовать и пытаться уже применять их в реальной жизни. До создания первых настоящих роботов и химических формул этим ребятам еще далеко. Но уже сегодня им разрешили попробовать себя в качестве ученых. В «Квантуме» промышленный дизайн кипит работа. На первый взгляд дети просто играют в компьютерную игру. На самом деле это их первый опыт по художественному проектированию предметов. Промышленный дизайн занимается комплексным подходом к созданию абсолютно любых вещей. Все, что вы видите вокруг себя – ваша одежда, мебель, на которой вы сидите, техника, которой вы пользуетесь. Даже банально все оборудование, с которым мы здесь работаем, все оно тоже было создано когда-то промышленным дизайном. Ребята, которые уже занимаются в «Кванториуме», достигли больших успехов. Так, команда «Алисы Панченко» примет участие в международном конкурсе детских инженерных команд. Их проект – это роботизированный комплекс, позволяющий осуществлять захват различных объектов по команде. Этот робот сортирует самые разные объекты после голосовой команды, распознавая их. Это могут быть бананы, банки, деньги, игрушки. Все зависит от того, чего хотите добиться. Конкретно у робота, которого мы используем, это немецкий робот «Кука КР-3Р540». У него грузоподъемность 3 килограмма. Первый учебный год в технопарке будет длиться всего 5 месяцев. Оценки за успеваемость здесь ставить не будут. Отчисление против воли тоже никому не грозит. Технопарк «Кванториум» работает в Твери с конца 2018 года. Сейчас открыто 5 направлений – робототехника, IT, виртуальная реальность, промышленный дизайн и аэродизайн. Около тысячи детей уже занимаются в технопарке. По окончанию экскурсии каждый мог записаться на обучение, которое осуществляется на бесплатной основе.